29 октября в России отмечают день рождения комсомола. В этом году ему исполнился 101 год. По этому поводу во всех, без исключения населенных пунктах нашей огромной родины, проходят встречи и памятные мероприятия, где бывшие комсомольцы вспоминают время, когда каждый мальчишка и девчонка мечтали о том, чтобы их приняли в эту организацию. В нашем муниципалитете такие встречи традиционно проходят каждый год в сквере «Юность». Память живет, и самое главное, живут дела, которые делали комсомольцы на просторах Великой Родины, Советского Союза. Дорогие друзья, я очень рад, что несмотря ни на какую погоду, ни на какое состояние здоровья, вы поддерживаете те славные традиции, которые хранили и несут комсомольцы Ленинского района. Александр Воскобойников в 70-х был первым секретарем райкома комсомола на газоперерабатывающем заводе. Он уверен, основная задача молодежной ячейки – воспитание истинных патриотов. И работать в этом направлении очень важно и сейчас. Везде собираются ветераны комсомола, чтобы еще раз подчеркнуть важность работы с молодежью, важность внимания к ней, заботы о ней, потому что без молодежи не будет будущего. Собравшиеся почтили память комсомольцев, победивших фашизм и отстраивавших разрушенную войной страну. Минуты молчания. А потом возложили цветы к обелиску в центре сквера «Юность». Затем гости отправились на торжественную часть в историко-культурный центр. Валерий Венцель поблагодарил бывших комсомольцев за их труд на благо муниципалитета. Замечательная традиция. Вот в очередной раз сказать вам большое спасибо, и благодарность за ваше неравнодушие, поблагодарить за то, что вы щедро делитесь своим опытом. Особо отличившимся комсомольцам вручили юбилейные медали и грамоты. Среди награжденных оказалась и наша коллега, ныне пенсионерка, а еще совсем недавно корреспондент «Видное ТВ» Людмила Медведева. Комсомол ее приняли в восьмом классе. В Расторгуевской школе, там принимал участие в художественной самодеятельности, а потом в Доме культуры Московского коксогазового завода. И нашему коллективу была оказана честь ЦК ВЛКСМ. По направлению ЦК ВЛКСМ мы ездили со своим спектаклем на целину. Был комсомольцем и глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. В армии я был заместителем секретаря комсомольской организации, потом в институте. То есть все, что было связано положительно, это так или иначе связано с тем, что ты, как комсомолец, обязан был выполнять все то, что положено, и быть примером. За время своего существования комсомол внес большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Многим юношам и девушкам дал путевку в жизнь, научил любить родину и уважать великое прошлое своей страны. Его имя навсегда увековечили в названиях населенных пунктов и улиц нашего муниципалитета. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное» ТВ.